всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы ответить на часто вопрос как правильно и быстро переводить midi партию в аудио файл в лоджике это делается очень просто через команду bounce in place но есть парочка нюансов которых я хотел бы поговорить собственно как это делается у меня здесь есть вот проект полностью состоящий из меди партий и сейчас мы попробуем что-то из них из этих партий перевести в аудио сразу вопрос может возникнуть у кого-то зачем вообще это нужно зачем переводить midi в аудио это может быть нужно когда у вас например большой проект и уже очень много синтезаторов уже очень много звуков и вы в чем-то уже уверены окончательно хотите перевести в аудио чтобы уже как бы этот звук не висел в оперативной памяти процесс удалить можно будет в таком случае синтезатор который тоже может занимать много ресурсов компьютера и так далее это первый второй вариант это если вы хотите подготовить проект например к сведению или к отправке какому-то другому человеку которому возможно нету того миди инструмента который есть у вас тут конечно идет речь не о встроенных logic инструментах а каких-то сторонних синтезаторах и сэмплеров но так или иначе бывает полезно перевести в аудио также у аудио есть ряд своих преимуществ которые недоступны и миди источником например аудио можно порезать делать всякие интересные эффекты растягивать например вы можете перевести в аудио и включить flex режим и какие-то отдельные партии как-то растянуть или сжать чтобы добиться каких-то спецэффектов то есть с миди у вас это сделать не получится поэтому в переводе в аудио есть свои фишки свои плюсы поэтому давайте рассмотрим как собственно это сделать очень просто мы можем нажать просто комбинацию клавиш control b и у нас появится вот такое окно где мы можем выбрать здесь название получившегося файла далее мы выбираем что сделать с исходным треком то есть мы можем его ставить нетронутым мы можем его заменить а можем вообще полностью удалить и далее у нас идут галочки байпэс эффект плагинс это очень важный момент потому что нужно понимать что если у вас стоит какая-то обработка уже на процессе на этапе точнее работы с миди то есть вы могли стать какие-то дела и как у меня здесь стоит flanger например надо понимать что он запишется в вов файл то есть в полученный аудио файл который у нас получится после баунсинга у нас скажем так эти вот эти эффекты которыми здесь стоят они запишутся в этот файл и мы уже не сможем ничего поменять то есть если вдруг потом понадобится какой-то из этих плагинов поменять то уже это не получится сделать поэтому я советую ставить галочку байпэс эффект плагинс в таких случаях если вы уверены полностью в своей обработке и вы считаете что это уже как часть этого звука то может эту галочку не ставить тогда у вас запишется аудио файл уже с этими эффектами далее у нас галочки есть include audio tail and file include detail in region это имеется ввиду если у вас например midi вот здесь ноты закончились но у некоторых звуков вы знаете может быть очень длинный хвост то есть хоть midi партия закончилась здесь реальный звук может закончиться только где-то вот здесь потому что прям очень длинный какой-нибудь pet если вы не поставите эти галочки то вас он просто обрежется по длине региона это конечно же в большинстве случаев неудобно не нужно поэтому лучше эти галочки по умолчанию оставить чтобы вас точно записалось все до полнейшей тишины и если что вы потом сами сможете уже обрезать в аудио так как вам надо это кстати еще одно преимущество использование аудио против midi что можно очень легко обрезать файл и сделать фейт короткий чувак опять же нельзя сделать миди и еще важный параметр include volume pen automation это означает что в файл запишется также значение громкости и значение панорамы то есть так они не будут затрагиваться но если вы поставите эту галочку то у вас также файл запишется данные по положению ручкой громкости и по положению панорамы поэтому это уже тоже решать вам хотите ли вы это записывать файл или нет но я лично конечно не люблю это делать я люблю все таки уже громкости панораму устраивать уже на аудио треки конечном так давайте попробуем сделать bounce здесь можно ввести название у нас электропиано и нажимаю окей нормализацию я всегда предпочитаю оставлять выключенной по умолчанию стоит урил от протекшена он ли может ее в принципе оставить тогда logic проверить что никакие ноты не перегружают и если это так то они то logic как бы предотвратит эту перегрузку но я советую выключать нормализацию а перед экспортом проверить чтобы инструмент который генерирует звук не перегружал на выходе то есть чтобы не было каких-то клипов внутри самого инструмента это гораздо лучше чем здесь использовать нормализацию ну что ж нажимаю ok вот произошел bounce и мы видим что наш электропианино которая была она записалась вот в такой готовый файл и как вы видите у меня здесь аудио эффектов нет потому что я поставил не стал ставить галочку на бпс эффект плагин то есть эти эффекты фленджера я уже не смогу поменять если захочу то есть давайте послушаем как звучал исходный исходный звук фоно без этого эффекта и с эффектом то есть поменять эти значения я уже не смогу для этого можем сделать вторую версию опять нажимаю control b и здесь поставлю теперь галочки байпэс эффект плагин нажимаем ok у нас появился еще один файл и как мы видим лоджик автоматически перебросил плагины с меди инструмента в инсерты нашего нового уже аудио файла и это очень удобно то есть все настройки сохраняются все то же самое и даже положение ручки громкости сохраняется то есть по факту переводится в чистом виде только меди только звук самого инструмента но при этом не переводится файл не записываются вот эти плагины но единственный момент который хотел бы заметить если вы используете на к примеру арпеджиатор или какой-то другой меди эффект надо помнить то что он тоже отключится если вы поставите галочку байпэс то арпеджиатор например и какие другие вот эти меди эффекты не будут использоваться при баунсинге это зачастую очень неудобно потому что бывает целая партия построена на арпеджиаторе и нет смысла выводить просто одиночный звук без арпеджиатор который вы уже не сможете повесить на аудиодорожку в таком случае я рекомендую просто выключать при баунсинге плагины делать bounce как мы делали вот здесь в первом варианте то есть с применением плагинов а потом просто перекинуть эти выключенные плагины в микшере просто перекинуть на новый трек то есть в этом ничего сложного нет то есть можно просто перекинуть опять включите у вас опять будут эти уже пост эффекты то есть аудио fx и ну что ж я думаю что с этим все понятно вот такие тонкости по переводу mediv audio надеюсь что вопросов уже больше по этой теме не будет но если вдруг что-то осталось пишите в комментариях обязательно может быть какие-то частные случаи самое интересное обязательно запишу в качестве видео ответа что же с вами был дмитрий урсул увидимся в следующих видео всем пока